вы постоянно мне пишите в комментариях что часы не могут являться инвестиции но это в корне неверно потому что я вот вы допустим вам банальный пример сейчас приведу этапа так филипп наутилус многие из вас его знают эти часы пять лет назад лежали на полках витрин и никому не были нужны но вы представляете за пять лет они выросли в пять раз то есть чем вам не отличная инвестиция когда ваш актив дорожает на сто процентов ежегодно теперь давайте раскроем с вами эту тему поподробнее кстати ходят слухи что если подписаться на этот канал поставить лайк и обязательно включить уведомления то rolex ежегодно вам будет присылать свои новинки поэтому у вас есть отличная возможность это проверить так как я уже снимал ролик с обзором своей часовой коллекции с часами адемар пиге роя лог хронограф что у меня есть часы с черным цветом циферблата хотя он не самый популярный но мне он нравится даже больше чем синий так вот не буду вас томить эти часы вы представляете за этот год они подорожали в цене на 80 процентов это по мне просто невероятная инвестиция я честно хотел бы иметь машину времени перенестись обратно купить еще несколько таких адемаров и собственно говоря заработать эти 80 процентов что сделал машину времени сейчас мы с вами прекрасно понимаем что лакшери начинается ну там хотя бы наверное от пяти тысяч долларов я бы называл уже часы лакшери по факту не всегда покупка дорогих часов вам принесет огромное удовольствие удовлетворение здесь надо понимать что вы действительно желали эту модель потому что сейчас очень есть такое распространенное заблуждение что часы надо покупать только потому что вы не потеряете на них в цене это тоже не всегда верно потому что они все-таки в первую очередь должны приносить вам удовольствие есть только много инвестиционно привлекательных моделей среди которых уже можно выбрать вам по душе и не терять деньги на часах все-таки более осознанно подходить к этой покупке и выбирать что-то стоящее интересное для вас одновременно но и в целом максимально крутое на запястье и крутое с точки зрения инвестиций но смотрите с часами когда ты выбираешь часы всегда очень сложно потому что ты изначально допустим смотришь в одной ценовой категории а потом видишь какую-то смежную ну там к примеру возьмем там от 5 до 6 тысяч долларов выбираешь часы а тут бац и начинают нравятся часы за 7000 долларов ты такой ну может чуть увеличить подужаться увеличить бюджет но самое главное что надо понимать что часы не стоит наверное покупать в кредит если вы понимаете что это для вас не какой-то кредит из которого вы просто ну чтобы не вынимать свои оборотные средства из бизнеса вы как бы купили часы и там за месяц за два раскидали этот кредит в таком случае это обоснованно если вы хотите взять rolex на несколько лет в кредит наверное это прям максимально неправильная покупка потому что вам даже самому когда вы будете ходить в этих часах будет немножко за них страшно за то что где-то поцарапаешь где-то ударишь украдут когда это не пропорционально доходом наверное так делать не стоит потому что тогда уже ну он будет более страшно за часы в то же время вы понимаете что наверное вы в каком-то ключе не доросли еще до этих часов то есть ну по мне вот прям первое правило не надо брать часы в кредиты это ну прям абсолютно неверно для понтов часы я бы тоже не рекомендовал покупать все таки надо брать часы для себя а если ну кто-то заметит что у вас хорошие часы это ну может быть вам приятный бонус и все вот какие часы сейчас самые максимально топовые максимально растут в цене из такого не самого прям дорогого сегмента это в ашрон константин вот как раз они у нас есть сейчас не передадут да смотрите эти часы в начале этого года стоили буквально там 17 тысяч евро там 18 их можно было купить а сейчас вот смотрите в ашрон прям это топовая модель оверсис у них самая редкая знаете самое удивительное что сейчас мире часовом самые крутые модели созданы одним дизайнером этот дизайнер джеральд джента это то есть оверсис ноутилус и роя лог сделаны собственно говоря этим дизайнером часы сами по себе топовые крутые но они выросли в цене я честно думаю что в ближайшие годы они будут расти еще в цене потому что сейчас они уже был где-то стоит порядка там 28 30 тысяч евро через год-два я думаю они спокойно будут за счет того что вы их конкуренты такие как адамар пигей патек филипп растут в цене они будут тоже дорожать и естественно стремится за ними и также вырастут ну я не знаю еще процентов на 30 в год как минимум они точно будут расти но часы на самом деле очень крутые из бонусов то что в комплекте к этим часам идет сразу ремешок который сделан из кожи и также еще дополнительно каучуковый вот на котором они стоят и также еще браслет это очень удобно и выгодно их отличает от конкурентов на ремешке из кожи они более как костюмные на каучуке они более спортивные но и браслет они более универсальные и классно выглядят у если мы возьмем адамар то вам надо отдельно будет докупать на него застежку отдельно ремешок это все стоит еще очень дорого поэтому данные часы начали расти в цене не просто так а вы знаете из-за того что сейчас политика дефицита в принципе во всех компаниях но в ашерон понял что не надо уже продавать свои часы со скидками все-таки создать дефицит создать какую-то сложность покупки сейчас уже появилась такая концепция что когда ты покупаешь лакшери ты же покупаешь эмоции и когда ты покупаешь что-то никому недоступное ты получаешь намного больше эмоций нежели когда ты покупаешь то что может каждый пойти в магазин отдать там эти 20-30 тысяч долларов и купить эти часы нет здесь тебе уже надо что-то более эксклюзивное чтобы твои друзья тебя спрашивали а как ты смог купить эти часы если на них очередь если еще сложно взять ты как-то где-то нашел как-то приобрел где-то может быть переплатил и вот за счет этого в ашерон сейчас начал набирать обороты они растут в цене и честно ну вот я искренне горжусь что они начали так делать потому что мне было каждый раз больно и обидно почему в ашероны не растут в цене почему они только падают почему такая ситуация хотя они один из старейших производителей вообще часов в мире они делают супер крутые супер усложненные часы супер часы с усложнениями и как они так могут обесцениваться стремительно на вторичном рынке плюс ко всему сейчас в мире как вы знаете очень много печатается денег за счет этого становится больше богатых людей а часов не выпускается больше потому что они понимают что часов надо выпускать меньше чем желающих тогда вы подогреваете интерес к своему бренду и тогда он будет как можно более долго таким востребованным пользоваться спросом также многие бренды улучшают свое качество разрабатывают новые механизмы кучу денег вкладывают в маркетинг создавая хита крутые рекламные компании коллаборации с различными исполнителями различными спортсменами за счет этого они делают часы еще более желанными потому что вы их видите везде и вы уже почти подсознательно начинаете хотеть эти часы на самом деле реклама очень круто работает потому что есть куча часовых брендов которые ты раньше думаешь фу ну как это можно носить а потом ты видя рекламу постоянно каждый год видя людей ты такой думаешь ну в целом в принципе похоже на часы может быть как-то когда-то это можно будет носить но надо все-таки контролировать свои эмоции не вестись на всю рекламу допустим очень много рекламы бренда убло инвестиция в такие часы как углу это будет абсолютная потеря денег вы потому что теряете 50 60 процентов после покупки это вообще ненормально так не должно быть я честно ну отговариваю людей покупать убло их наверное можно взять если вы их купили будут как раз минус 50 минус 60 процентов это будет хорошая покупка так ну раз мы с вами разобрались что убло это тотальная просто ошибка при покупке то давайте собственно говоря объясню что стоит покупать чтобы не ошибиться это будут роликс и но опять таки же не все чили не модель бы я вообще не рассматривал адмар пигет тоже не вся линейка это больше наверно royal lock некоторые модели оффшор и собственно говоря потек филипп конечно же это наутилусы либо акванавты и какие-то супер редкие различные модели но как вы могли заметить есть еще и ремы это решарми для тех ну кто допустим не знает это просто мега крутые часы они с точки зрения инвестиций вы представите за 10 лет они выросли в пять раз ну по мне это очень круто потому что раньше часы стоили там порядка 35 тысяч долларов и были абсолютно как бы никому не нужны особо не пользовались спросом сейчас это просто невероятный грааль который все хотят купить которые стоят от 150 160 тысяч долларов в хорошем состоянии и в целом это представить насколько гениальная грамотно построенная маркетинговая политика которая смогла это все провернуть они просто поняли что не надо увеличивать количество в своей продукции зачем это делать если ты можешь производить небольшое количество часов только на узкая специализированную аудиторию это то есть на это уже знаете такие более элитные часы они стоят там от 100 тысяч долларов в основном теперь и это грубо говоря если так сказать часы для богатых все то есть ты теперь понимаешь это как статус выглядит то есть если у человека есть рм и ты понимаешь что это уже определенная категория он их купил там не экономя на завтраках это уже так не сделать чтобы не ошибиться при инвестировании если у вас есть какие-то запросы вы можете всегда написать мне в instagram в директ я с удовольствием с вами лично все обсужу мы с вами разберем какой у вас бюджет какие стоят задачи как вы хотите ким модели вам нравится как вы хотите инвестировать в часы на какой промежуток времени потому что вы знаете сейчас тоже очень важный момент что многие думают я купил сейчас там адмар пеге rolex там р.м. я через месяц продам в два раза дороже нет так это не работает надо понимать что сроки инвестирования в часы это хотя бы несколько лет надо закладывать лучше там три четыре пять лет на этом горизонте вы очень хорошо на этом заработаете также да есть иногда бывают такие возможности заработка это когда вы узнаете о том что модель снимают с производства и ее не будет там со следующего месяца уже больше производить вы можете выкупить эту модель и спустя там два-три месяца дальше когда рыночная цена на нее взлетит продать но вы знаете это больше как бы не инвестирование идет это спекуляция и это чуть более сложно потому что например был такой момент когда все думали что ролик снимет дайтону золотую с зеленым цветом циферблата они ее не сняли с производства кучу людей на этом попалась потому что они начали покупать ее по любой цене сами же накручивая цену а потом естественно ролик сообщает что они не снимают эту модель и цена просто стремительно падает но надо понимать что люди брали ее на хайпе они просто но многие думали это так просто инвестировать часы мы сейчас увидели дайтону все надо брать ее по любой цене так это не работает будьте аккуратнее если есть какие-то запросы пишите обязательно мне в инстаграме я с удовольствием с вами пообщаюсь будет приятно подсказать ответить вам на ваши вопросы вы часто меня спрашиваете какую сумму можно потратить на часы чтобы это не было критично и убийственно для вашего бюджета как это будет выглядеть максимально гармонично с вами я считаю что часы не должны стоить больше вашего трехмесячного дохода то есть если вы там зарабатываете допустим 200 тысяч месяц я считаю что взять часы стоимостью 600 тысяч рублей будет максимально нормальная покупка вы не потеряете деньги вы собственно говоря сможете дальше функционировать также оплачивать свою квартиру машину и я не знаю детские какие-то увлечения потому что вот смотрите если вы купили ролик с там стоимостью полтора миллиона рублей а вы зарабатываете 200 тысяч в месяц вы почти копили там ну я не знаю больше чем полгода это уже сильно критичная покупка я бы так не рекомендовал делать лучше все-таки быть в бюджете своем взять топовые часы потому что классные часы есть в любом бюджете вы всегда можете выбрать часы там и до 100 тысяч рублей до 200 до 300 до 500 и каждый раз эта покупка вам будет доставлять удовольствие вы купили кит часы допустим вы сначала у вас был бюджет 600 тысяч рублей вы купили эти часы никто мне мешает там когда вы вышли на новый уровень дохода дальше поменять и часы доплатить там разницу я не знаю 200 там 300 тысяч и купить там часы уже за 900 тысяч за миллион вы перешли на новый уровень с минимальными потерями если вы взяли допустим ролик с какой-нибудь топовый ликвидный то вы потеряете там ну если вы их там почти сразу продали максимум 10 процентов на этом а это вообще не большая потеря я считаю что это достаточно будет крутая покупка так дорогие друзья на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу я вас благодарю всех за просмотр этого видео обязательно подпишитесь на канал ставьте лайк колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски обязательно напишите что вам понравилось какие часы по вашему мнению являются инвестиционно привлекательным может быть у вас есть какие-то успешные кейсы когда вы заработали на часах может быть даже еще не зафиксировали но они уже очень хорошо выросли в цене если у вас стоит задача выбора часов в различных ценовых категориях на эту тему я уже снял классный ролик вы можете перейти по ссылке которая где-то здесь будет всплывать и посмотреть его там вы можете выбрать часы которые вас заинтересуют либо же вы можете написать мне в инстаграме я с удовольствием вам подскажу какой-нибудь классный вариант который может быть даже и не видели